Всем привет! Это проект Reborn, и мы переписываем пятых героев на Unreal Engine. Сегодня мы бы хотели поделиться нашим прогрессом за последние 5 месяцев. В предыдущем ролике мы показали наш небольшой прототип режима сражения против нейтралов. С того момента мы достигли хорошего прогресса, и сегодня мы хотим продемонстрировать вам практически полноценный игровой прототип, где мы реализовали все основные механики игры. Начнем с того, что мы реализовали основы режима игры на глобальной карте. Герой может перемещаться по сетке карты и взаимодействовать с объектами. Например, герой может напасть на статк нейтралов, быстренько зачистить их, и после этого подобрать все, что они охраняли, включая ресурсы, артефакты и сундуки с сокровищами. А получив достаточного опыта, герой получает левелап и возможность выбора навыков для прокачки. После чего, зайдя в режим просмотра героя, можно увидеть его опыт, армию, найденные артефакты, а также прокаченные навыки и умения. Также герой может отбивать и захватывать шахтами глобальной карте. А при взаимодействии двух дружественных героев, открывается окно для обмена между ними армией и артефактами. Причем мы также добавили новые кнопки, которые помогут моментально передать всю армию одному из героев, либо же поменять армии героев местами в один клик. Важно отметить, что вся игровая карта создается процедурно, на основе х5м файлов, то есть карт, созданных через оригинальный генератор, либо же редактор карт. Это означает, что любая карта из оригинальной игры может быть открыта в реборне, с сохранением всей ее структуры, включая ландшафт и объекты. Помимо этого, мы реализовали прототип режима просмотра города. Здесь мы уже можем строить некоторые здания, а также нанимать армию, которую далее мы можем передать нашему герою. Но самое главное это то, что у нас готов прототип мультиплеера, причем как для режима Hot Seat, где игроки ходят поочередно на одном компьютере, так и для режима онлайн. При игре в мультиплеер в онлайн режиме взаимодействие между игроками происходит через наш сервер. На экране слева вы можете видеть геймплей от лица первого игрока, а на экране справа от лица второго. Ожидая своего хода, второй игрок видит все действия первого игрока. Например, он видит, как красный игрок пробил нейтралов и начал подбирать объекты на карте. А при нападении на вражеского героя, оба игрока переносятся в режим сражения, где каждый из них сначала расставляет свою армию, а когда оба игрока готовы, начинается битва, где каждое действие также синхронизируется через наш сервер. В данный момент мы продолжаем активно работать над реализацией остальных механик, нашей текущей целью является создание полноценного игрового процесса за фракцию Орден Порядка, которую мы взяли за основу. И, возможно, после этого мы сможем предоставить тестовую версию Реборна, готовую для игры, группе желающих принять участие в тестировании. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за обновлениями, а также переходите в наш Телеграм и Дискорд, где можно увидеть больше промежуточных апдейтов. На этом у нас все. До скорых встреч.